Свой среди чужих, чужой среди своих. На родном языке мыслит словами Абая и Мохамбета, а на русском пишет проникновенные стихи. Благодаря ему русскоязычный читатель ближе познакомился с казахскими мыслителями, а на казахском заговорили зарубежные философы и поэты. Ауэсхан Кодар всегда выделялся из толпы. Даже история его рождения необычна. Вы знаете, я родился в семье такого казахского агронома с советских времен. И, в общем, мы жили достаточно хорошо. И, вы знаете, я застал еще время, когда мы кочевали на этих верблюдах. Потом перекочевывали на какой-то там джайляу, ставили юрты. И, оказывается, я и родился при такой перекочевке. И роды принимала русская девушка Наташа. Поэтому я как бы обречен на такое двуязытие, еще с детства был. Обречен. Говорит, как о наказании, как о непосильной ноше. «Зачем мне этот жуткий дар судьбы? Жить в двух мирах, качаясь, как на грани», – пишет он. И этот флёр печали, обособленности, красной нитью проходит через все его творчество. Хотя от отца ему передалась любовь к искусству, к его величеству, слову. В шесть лет лишился отца. И, значит, мать, дальше нас поднимала мать, жану. Отца звали Абдраман. Он был очень уважаемый человек в нашей округе. Мы происходим из рода Алтын, давайте тоже об этом скажем безутайки, из младшего жуза. И, значит, он был такой, заботился о родственниках. И еще он посадил сад в наших безводных степях. Это есть такой второй разъезд у нас, и там есть сад Абдрамана. И до сих пор этот сад стоит. Поэтому, конечно, отец был очень такой человек творческий. Балагуру, такой краснобай. Вот я в моё детство только помню, как много людей к нам приходило. И вот он любил что-то рассказывать. И меня маленького посадит себе на колени и начинает рассказывать. Но в четыре года его жизнь разделилась на до и после. Тяжелая болезнь поразила мальчика. Приговор врачей был суров. Полиомелит привел к параличу ног. Если бы родители вместо знахарей и целителей своевременно обратились к докторам, возможно, история имела бы совсем другое продолжение. Но наш герой не унывает. Этот случай закалил его характер. И в Крыму оказался такой санаторий, Евпатория, где лечат именно вот таких больных полиомелитом. И вот я где-то, ну, мне было, наверное, лет 8. Вот с тех пор там лечился. И поэтому я получил образование на русском языке. У меня сразу открылась такая любознательность. Я все так легко познавал. Вот. И в то же время, конечно, особенно в детстве, это развита гордость. Я никогда не прощал, чтобы меня там как-то унизили, обозвали и так далее. Сразу улез в драку, мог чем угодно запустить там и так далее. И поэтому вот с детства как-то вот во мне такой характер создался, можно сказать, неукротимо. И вот я помню, что мы там и в футбол играли на костылях. И на кольцах я крест держал. Это даже здоровые ребята не могут. На турнике подтягивался раз 20. И вот этот культ физического развития, он мне был там привит. И в будущей, в остальной своей жизни, я никогда себе не давал спуск. Получилось так, забыли мой аттестат. И уже когда я вернулся в АУ, пришлось заново пойти в первый класс. И уже на казахском учиться. Так что, как видите, вот это мое двуязыч, оно предопределено вот таким детством. Ауэсхан не давал себя в обиду. Всеми силами пытался быть наравне с другими ребятами. Но все же понимал, его главным оружием должно стать знание. Играючи, выучив русский язык, мальчик из казахского аула показывал отличные результаты в учебе. Школу с золотой медалью окончил уже в Жусалы. Далее университет и дипломная работа на высоком уровне. Конечно, такому человеку было тесно в своем поселке. Прочитав Дулата Исабекова, Каргын, тогда еще никому неизвестный Ауэсхан Кодар написал на нее рецензию. Вот это ответное письмо Дулата, он был просто ошарашен моей рецензией. Он сказал, если наши критики на вашем фоне выглядят пешеходами, а вы всадник. И это меня так вдохновило, что это самое... Я оставил, хотя я работал в райисполковье, там это самое... Ну, уже, как сказать, для меня открывались какие-то перспективы, уже как юриста, общественного деятеля. Ну, я вот все бросил и приехал уже как писатель тут, опубликовался в журнале «Простор» тут же. И сразу там у нас проходил творческий фестиваль молодежи «ЖГЕР». Там занял место. Вот. И... Как-то вот сразу влился в этот процесс. Мне все-таки хотелось включиться в живой литературный процесс. Мне хотелось... Особенно меня тогда привлекала литературная критика. Я практически с нее и начал. В этом поступке были и вызов, и смелость, и страх. А как иначе? Он не из тех, кто жалуется на жизнь. Его всегда привлекал мир литературы. И пришел он в нее переломанный, переходный момент. Одну эпоху сменила другая. И в литературе необходим был новый импульс, свежий взгляд. А у меня тогда было такое стихотворение «Каждая нация копит». Не бывало и что-то. Мы себя собирали довольно. Наш мир переполнен. Нам пора уж и злиться. Где ты, казахский давич? Как будто это предсказание декабрьских событий. Вот. А я именно в 90-х и нашел себя. И в 90-е я оказался востребованным. Потому что, в принципе, никто вот так пристально не выказал отношения к казахской литературе, процессам, которые творятся там. Вот. И поэтому я это оказался востребованным. В 95-м, кажется, 150-летие Абая отмечалось. И до этого ко мне обратились с просьбой перевести Абая. Я начал его переводить на русский. Один. Раньше его переводили коллективом целом, московским. А мне, естественно, как двуязычному человеку, как казаху, ну, Абай был очень близок. Для меня практически не существовало там непонимания какого-то. Или там трудности в переводе. Вот. И поэтому я стал его переводить. Но вдруг в последний момент мне кого-то предложили напарники, что у нас такого нет, что один переводит. Давайте пусть он вам будет напарником. Правда, тоже был казах. Вот. И говорит, вот он должен скоро с вами связаться. Я, значит, рукопись взял, которую уже отдавал производству и ушел с этой рукописью. После юбилея Абая я вышел на иммаголита Асмагомбетова, сошел на прием, говорю, вот Абая мне так и не удалось, потому что мне поставили неприемлемые условия. Сейчас бы я его хотел и сдать, но не получается. И он говорит, сколько нужно? Я говорю, столько-то. Он так улыбнулся, говорит, ну, надо тогда и сдавать, говорит, вот, у вас скоро эти деньги будут. И действительно, он мне помог. Мы издали это в 96-м году. И я тогда впервые сделал такой германифтический сборник, можно сказать. Германифтиха – это же толкование текста. И с комментариями, вот с этими толкованиями, значит, с краткой биографией Абая, каждое стихотворение с примечаниями. Вот. И я там перевел где-то 70 стихотворений и 15 его слов. Причем я заново осмыслил вот этот жанр хахлия. Вот. Я перевел это как размышление, а каждое слово перевел как монолог. Уже в 2004-м году Эмангалин Ургалевич пришел к премьер-министрам, значит, это самое. И вот, когда он был в Алма-Ате, я с ним встретился. Я как-то ему дружескую эпиграмму такую посвятил. Вот это. У испанцев есть Дали, а у нас и Мангали. Он был и вице, и курьер. Где надо сер, где надо сэр. Насколько можно в нашем веке, он остается человеком, а от Рау не дно колоться, он в Астану еще вернется. Яркая, насыщенная жизнь нашего героя не позволяет думать о нем, как о человеке с физическими недостатками. Не каждый мог пройти такой путь с высоко поднятой головой, с озорством, с достоинством. Я, оказывается, в те годы мечтал только об одном, об отсутствии цензуры, о свободном высказывании. И это я получил с таким избытком. Иногда мне в день приходилось три телеинтервью давать. Я не знаю, я от этого нисколько не утомлялся, потому что мне было важно донести свою мысль, мне было важно кого-то затронуть, вызвать интерес. И тоже меня где-то в конце 90-х привлекли к сотрудничеству в Международном фонде Сороса. Как оказалось, многие не знали о моей инвалидности, потому что, когда меня по телевидению снимали, по пояс снимали, я там сидел, как нормальный человек. Значит, в этих газетах тоже снимки по пояс. И уже при личной встрече это у многих вызывало удивление. Но пришлось привыкнуть, потому что я позиции своих не менял, и с каждым годом вырастала необходимость в них. А у Исхан Кодар не только выдающийся культуролог, интересный поэт, востребованный переводчик, но и примерный семьянин. Его супруга Замза стала для него опорой и помощником. Дочь Айман также изучает языки и литературу. В этой семье каждый успешен в своем деле. А главным достоянием они считают любовь. Она тогда работала у Косымжанова, в Казгу. А Косымжанов – это наш крупнейший философ, он в завкафедре был, в Ченкор Академии Наук. И мне нужно было что-то с ним поговорить, а она у него была как лаборант. Я позвонил, наткнулся на приятный женский голос, ну и стали мы с ней разговаривать. И до того, до разговаривали, что я ее пригласил к себе, она пришла, мы стали общаться, и недолго, думаю, поженились. Это было в 93-м году. Вот, и буквально через 9 месяцев родилась дочка, и как бы началась моя семейная жизнь. Ну, я ее очень благодарен, потому что она всегда меня поддерживала. Вот, ко всем мероприятиям мы вместе готовились. Да, она искренне вот за все бралась, искренне все доводила до конца. Да, и через год буквально у нас дочка родилась. И это самое интересное, как она, мы ее назвали Айман, но до этого я хотел ее назвать Джанель. Она-то вот выросла в такой атмосфере любви. Зайчик, мой солнечный зайчик, моя милая дочка Айманчик, ты врываешься в двери с возгласом «Пап», я тоже к тебе, моя доченька, слаб. Не могу отказать в самой малости малой и прощаю любую я шалость. Педагог из меня никакой-никакой, я тебе не халдей, старший сверстник лишь твой. Прохожу вновь с тобой все предметы твои, постигаю азы подростковой любви, как кому подойти, где смолчать, что сказать, олененком ты смотришь глазами в глаза, твой распахнут так мир и так чуток твой слух, что и я не могу быть санутен и сух. Все это она, оказывается, еще вот следила, кто ко мне приходит, кто что говорит. И рана созрела, потому что же очень интересные люди у нас были. Мы с тобой говорим об Артюре Римбо, как он гордо стоял в поединке с судьбой, как рожденный в селе Шарлевиле своем, обогнал он Париж с зарастающим хом, как он вынужден был жить средь старых козлов, преждевременных гость, уж ненужных перов. Так я, дочь моя, и не там, и не тут, лишь в тебе верю я, мои зерна срастут. Прозевали меня мой предутренний час, неразгаданный сфинкс, вот доплелся до вас. Мне не важно теперь, нужен я или нет, я рад вместе с тобой твой встретить рассвет. Мне теперь с этим миром и расстаться не жаль. Все, что в книгах забыл, в генах я прописал. Еще одно детище нашего героя – это культурологический журнал «Тамыр», которому исполнилось 15 лет. Это издание пережило трудные времена и продолжает издаваться, несмотря ни на что. Особенно показательным первый номер. Я сходу сказал вот этим нашим однопартицам, что нам надо создавать культурологическое издание, что нам не нужна только голая публицистика, что она никому не нужна. И вот мы это, там было, я обыграл три значения слова «тамыр», вот, а это действительно так, потому что «тамыр» – это в первую очередь это кровеносный сосуд, пульс, второе значение – это корень, третье значение – это такое дружба, свойство, приятельство. И поэтому «Альманах» разделили на три крупных раздела. Это, значит, пульс перемен, корни и крона и диалог. Вот. И стали мы это издавать, издали, презентацию сделали, все вроде нормально, и заглохло на это. Потому что уже других предложений не было, партия начала потихоньку сама распускаться. Вот. И... А я уже так зажегся этой идеей, что второй номер как-то наскреб какие-то средства и на свои средства не стал. Вот. И тогда, значит, я был членом фонда «Сороса», и меня это отправили в Будапешт. Вот. И мы туда поехали вместе с Муратом Путаровичем. И я ему показал номер. Он был удивлен, говорит, «Так ты продолжаешь?» Я говорю, «Да». Я говорю, «Нам нельзя терять такое здание?» И вот это самое, когда мы работали в фонде «Сороса», пришла такая разнарядка создавать такие центры культурные. И мы создали такой аналитический центр культурной политики. Вот. И при нем стали издавать этот журнал. Сейчас, оглядываясь назад, Ауэзхан, сын Абдрамана, понимает, что выстоял этот тернистый путь благодаря своему характеру. И зачастую, вопреки обстоятельствам. Своё положение он не афишировал никогда, добиваясь всего в одинаковых условиях. Но сегодня он согласен стать примером для людей с повышенными потребностями. Понимаете, вот эти мероприятия, которые Акимат организует, там, другие организации, ну, они всегда получаются какие-то ущербные такие. В них, когда ты себя чувствуешь каким-то недочеловеком, там, вот, тебе в глаза тычут с этими всякими своими благодеяниями. Эти вещи должны очень тонко делаться. Не задевать самолюбие инвалидов, а наоборот, как бы, показывать, что они никого не хуже, что как раз им самим предоставить возможность что-то делать, как-то себя показать. И, конечно, только тогда, когда человек приобщен, ну, я знаю, вот наша команда на Паралимпийских играх, серьезно, они добиваются больших результатов. Уже одно это должно доказать, что все-таки при надлежащем обращении с инвалидами от них можно кое-что и получить, а не только дать им. Безусловно, то, что мальчик из далекого поселка, несмотря на болезнь, смог добиться успеха, говорит о невероятной силе духа. Внутренний стержень этого человека не был сломлен. Все вот эти вот ценности, которые во мне оказались привиты, они, ну, не плод сознательных усилий, да, а плод того, что мне это было как-то вот дано, я был этим одарен. И, конечно, меня всегда подстегивала конкуренция, жалко лидерство. Я двуязычен, словно двуголов. Одной в восток, другой смотрю на запад. Я на казахском грустен и суров, на русском я загадочно внезапен. Путеводной звездой Ауисхана Кодара стало его двуязычие. Не будь той страшной болезни и последующего лечения в Евпатории, стал бы он тем, кем является сейчас. Трудно ответить на этот вопрос, но одно, несомненно, наш герой стал примером для многих. Когда ты невидимка, вопрос отпадает тут, кто ты. Гениальный мудрец или, может быть, баловин сцены. Не настигнут тебя ни признания, ни слава, ни льготы. Будь ты хоть как гора, лилипуты тебя не оценят. Невидимка не тот, кто невидим, а тот, кто в прицеле, кто и сам ослеплен от обилия всяких софитов. Быти и быту он настолько всегда запределен, что проходит, как дождь, сквозь реальности мелкое сито. Нет той оптики, что ухватило бы зыбкий твой образ. Язык неподатлив, никто не желает кумира. Ты и сам, как не сам, уж не хочешь быть мягким и добрым, и выводят тебя, как не кстати краснеющий чири. О, молчание кудесник, почище и солнца, и света. Оно сводит на нет все, что свет озаряет и нежит. Да, молчание – знак не согласия, а самозапрета. Это мертвый язык, умертвляющий с фонких и свежих. Если ты невидимка, то заговор мудрых молчаний. Просто ты на виду дастишь свет нелюбителям дара. Ни молчание ягнят, погребение заживо в чане, ни добра, ни любви, ни заслуженной, в общем-то, кары. Утром трудно проснуться, не видишь ни смысла, ни блазна. Мир не виден и ты, ты не виден для спящего мира. Но спадет пелена и посмотрим на все мыстоглазно и заполним собой от молчания усохшие дыры.